Теперь давайте я вас замотивирую на изучение опционов, чтобы вы поняли, какая мощь стоит, какой потенциал, какую прибыль вы можете получить. Все эти скриншоты – это реальные скриншоты, которые публикуют трейдеры. Я очень, скорее, постоянно общаюсь на зарубежных всяких форумах, порталах, соцсетях. И вот этот публикует реальные скриншоты трейдера отчета о своих доходах. Вот центральный скриншот, этот терминал мне очень хорошо знаком. Я сам использую Interactive Brokers. Значит, трейдер получил за день 41 тысячу долларов. 41 тысячу долларов он получил всего за день. Значит, посчитаем в рублях, сколько это у нас в рублях. Значит, это получается 2,5 миллиона рублей прибыли он получил всего за день. Daily Profit Loss – это прибыль, соотношение прибыли за день. Как это возможно? А, возможно, это только через опционы. Посмотрите, прибыль 262%, 165%, 30%, 52% прибыли. Значит, то есть, абсолютно реальный скриншот вам приведен на картинке. Значит, такие прибыли вы и тоже сможете получать, если будете не сдаваться в обучение. Значит, вот тут у нас скриншот. 300% прибыли получено, плюс 12 тысяч долларов. 300% прибыли. Это абсолютно реально. Я тоже получаю точно такие же прибыли. Ну, нужно, наверное, скриншот тоже вам выкладывать. И, значит, а вот этот трейдер мне очень хорошо знаком. Его история. Как он аккаунт из 1 тысячи долларов превратил в 17 тысяч долларов. То есть, вы можете множить ваш аккаунт кратно. Когда вы торгуете акциями, вы множите ваш аккаунт в процентном соотношении. Когда вы торгуете опционами, у вас та же самая логика, только вы множите свой аккаунт кратно. В 10 раз, в 5 раз, в 4 раза. Вот такая невероятная вещь, такая мощь опционов. Поэтому вы можете остановить это видео. Надеюсь, я вас замотивирую на то, чтобы вы просто прониклись опционами, начали их изучать, не сдавались в обучение и смотрели мои видео, потому что я буду в следующих видео рассказывать про стратегии торговли опционами. Все, смотрим дальше. Когда вы успешно торгуете на рынке акций, уже какое-то продолжительное время у вас это получается, логическим продолжением будет, а почему бы не получать, не зарабатывать больше, торгуя теми же акциями. И именно поэтому я занимаюсь опционами. Давайте поэтому познакомимся с ними и поймем, почему я ими занимаюсь. Значит, что такое опцион? Опцион – это возможность, но не обязанность купить актив по заранее оговоренной какой-то цене определенной, в какой-то промежуток времени в будущем. Да, то есть давайте разберем на примере, на каком-то реальном примере жизни. Например, вам понравился какой-то дом, какая-то вилла на побережье, какая-то райская вилла с бассейном прямо на пляже среди пальм, вы загорелись ее купить. Стоит она 1 миллион долларов, например, да? Но в данный момент у вас нет средств, да, вам нужно собрать все средства, нужно заняться вопросом переезда, визы и подготовить семью к этому. Поэтому вы заключаете договор с продавцом о том, что вы можете купить этот дом в течение года по цене 1 миллион долларов. И за это вы готовы ему заплатить какую-то премию, да, чтобы он поддержал этот дом для вас и чтобы сохранил эту цену. Теперь, возможно, два развития событий. Значит, первое – это то, что по соседству к вам переезжает Леонардо Ди Каприо. Соответственно, все дома растут в цене в 100 раз. Теперь это премиум-зона, да, для богатых людей. И ваш дом уже стоит не 1 миллион долларов, а 100 миллионов долларов. Но так как вы заключили договор с продавцом, у вас есть договор, что он обязан вам продать этот дом за 1 миллион долларов. Поэтому продавец потерял, а вы заработали 99 миллионов долларов на этой сделке. Вот. Или же, может быть, второй вариант. Обнаруживается, что прошел шторм и разрушил дом. Естественно, продавец восстановил этот дом. Но вы понимаете, что дом теперь находится в опасной зоне. То есть, постоянно может быть шторма, может быть разрушение, и вы передумали его покупать. Вот. Соответственно, вы потеряли только премию, которую заплатили продавцу. А дом резко упал в цене. Да, то есть, премию вы потеряли. Вот. Поэтому давайте попробуем теперь перевести все то же самое на акции. Вот, например, у нас есть акция компании PayPal. Значит, стоит она 111 долларов за одну акцию. И вот мы смотрим на график. Мы рассчитываем, что цена явно должна подняться до 120 долларов за акцию. То есть, мы видим вот этот вот скачок, и я думаю, что она должна заполнить этот гэп в течение, например, 4-5 месяцев. Вот. Поэтому я покупаю сейчас опцион, 111-112 опцион, сейчас, чтобы продать его через 3 месяца, когда цена дойдет за 120, и воспользоваться им. То есть, при цене 120 я воспользуюсь этим опционом и куплю эту же самую акцию за 111 долларов. Да, и, соответственно, за эту возможность я заплачу какую-то премию. Соответственно, если пойдет рост, если пойдет рост вверх, то я очень неплохо заработаю на этом. Если же цена компании упадет, то я потеряю вот эту премию, которую я заплачу продавцу. Вот. Теперь давайте поймем, почему же выгодно заниматься опционами. Значит, выгодно это в том плане, что идет колоссальная прибыль. Вот, например, если мы посмотрим, например, с открытия премаркета, цена на PayPal, она выросла на 1,16%. Ну, грубо говоря, на 1%. Если же мы посмотрим на опционы, да, то цена за это время с открытия премаркета, она выросла на 40%. То есть опцион вырос на 40%, в то время как акция сама по себе выросла всего на 1%. Понимаете, какие колоссальные прибыли можно получить буквально за какие-то считанные минуты на этих опционах. Теперь давайте разберем разницу между торговлей акциями и опционами. Значит, когда вы торгуете акцией, у вас логика простая. Цена растет, вы получаете прибыль. Цена падает, вы теряете прибыль, но у вас есть возможность переждать вот это падение, переждать дно, пока цена не восстановится год, два или сколько там она займет. Когда вы торгуете опционами, у вас появляются такие дополнительные параметры. Давайте открою таблицу и покажу, что такое опционы вообще. Значит, опционы у нас бывают двух видов. Call и Put. Значит, опцион Call – это вы рассчитываете, что цена акции, она возрастет в будущем. Тогда вы покупаете опцион Call. Если вы считаете, что цена упадет в будущем, вы покупаете опцион Put. В опционах есть такое понятие, как Strike. Это та цена, за которую вы договорились с продавцом, чтобы он вам потом смогли купить акцию по данной цене. То есть, вы дом покупали, например, за 1 миллион, вы договорились на 1 миллион. Вы также можете договориться с брокером, что вы купите за 113, 114, 115 долларов за акцию. Точно так же, как с домом, рассчитывая на рост. Или же на падение. Все то же самое. И также у нас есть такая горизонтальная полоса, как дата экспирации. Это дата, за которую вы договорились с продавцом воспользоваться данным опционом. И как раз за это платите ему вот эту вот премию, где BDASK – это премия, которую вы платите продавцу. То есть, например, я рассчитываю, что цена компании PayPal поднимется до 115 долларов. Долларов, ну, например, точно дойдет до 120 долларов, да, через 3 месяца. Тогда я покупаю, например, мартовский экспирации в марте, опцион, колл. Так как я считаю, что цена дойдет до 120, я покупаю ниже, например, 115. Опцион. И тогда, если цена у нас доходит до 120 и перевалит до 115, я могу им воспользоваться и купить у брокера эти акции по цене 115 вместо 120. Вот я покупаю этот опцион со страйком 115. Экспирации в марте 2020 года по цене премии 4 доллара, грубо говоря, за одну акцию. Дальше нужно понимать, что указана вот тут цена 4,05 – это в долларах. 4 доллара за одну акцию. Но опционы торгуются всегда в количестве 100 штук. То есть, покупая один опцион, вы покупаете возможность воспользоваться опционом и выкупить вот это значение для 100 акций. Соответственно, вот эта вот цифра всегда умножается на 100. 4,05 – это получается 405 долларов вы заплатите за покупку данного опциона. Вообще, в опционах очень редко, когда используют эти опционы непосредственно по назначению, чтобы воспользоваться им и получить эту разницу. Все торгуют вот эту премию. То есть, соответственно, если цена движется в вашем направлении, премия растет. И вы также можете продать этот опцион. То есть, вам, грубо говоря, не важно воспользоваться этой функцией самого опциона. Вам нужно сыграть на вот этой премии. Как сыграть? То есть, в основном, точнее, все играется в опционах на вероятности. Вот если есть вероятность, что цена у вас к 20 марта дойдет до 115, опцион прыгает и растет в цене. Если данная вероятность падает, опцион резко падает. То есть, это все происходит в геометрической прогрессии. Например, PayPal сегодня только за утро, он с утра стоил на открытие в 9 часов 30 минут 27 долларов за один опцион. В итоге он вырос до единицы. То есть, вырос до 100 долларов. То есть, получается, вырос в три раза цена опциона выросла. Вы поставили бы сейчас 1 миллион рублей. Через 2 часа, через 3 часа вы получили бы 3 миллиона рублей. Вот вам опционы. В то время как акция выросла на 2%. Вот эти вот вероятность, то, что вероятность дойти до этого значения, до этого страйка, резко увеличилась. Шансы цена опциона тут же выросла. И вы благополучно точно так же продаете этот опцион. Вот нажимаете, например, закрыть позицию и продаете этот опцион. Поэтому в опционах очень часто торгуются в интродэй вот эти вот прорывы. То есть, идет прорыв линии сопротивления. Все трейдеры покупают, все знают, что идет рост. Если вы покупаете акцию, у вас будет рост 1-2%. Вот на этом прорыве. В то время как опцион, вероятность этого опциона сразу увеличивается. И получаются рекордные прибыли. Я скидывал даже скриншоты в чат своих прибыли. Теперь давайте разберем, что такое у нас опцион call. Прямо детально посмотрим по всем параметрам. Значит, давайте представим, что у нас сейчас нынешняя цена акции составляет 100 долларов. Мы покупаем опцион со страйком в 100. Это значит, что в будущем, если цена будет расти, мы имеем право у продавца купить данную акцию по цене 100 долларов. Цена стала 150 долларов, 200 долларов. Мы все равно имеем право купить ее дешевле по вот этой цене страховки 100 долларов. Естественно, договор этот у нас не вечный. Мы заключаем его на какой-то период, в течение которого мы можем воспользоваться данным правом. И за это право мы платим продавцу премию. Например, 1 доллар. Значит, дата экспирации или срок жизни данного договора может быть любой. Мы выбираем его, грубо говоря, из выпадающего списка. Это может быть через день, через три дня, через неделю, через месяц, через год. Чем больше срок жизни опциона, чем дольше договор, тем дороже эта премия. Допустим, рассмотрим ситуацию, что цена акции стала 150 долларов. Тогда мы воспользуемся нашим правом и купим данную акцию не по цене 150 долларов, а по цене 100 долларов. Давайте посчитаем нашу прибыль. Значит, мы берем текущую цену 150 долларов, вычитаем цену страховки, по которой продавец обязался продать нам данную акцию, 100 долларов, и вычитаем премию 1%. Мы получаем 49 долларов прибыли на одну акцию. А теперь давайте посмотрим, какие параметры меняются в данной формуле. Strike у нас всегда один и тот же. Меняется у нас нынешняя цена и премия. Допустим, нынешняя цена выросла со 150 до 200. А значит, она меняется в процентном соотношении. Да, мы все знаем график цены, как он двигается, 2-3%. В то время, как он вырос, например, на 2-3%, премия меняется в геометрической прогрессии. И с одного доллара она может прыгнуть до 10 долларов. То есть, получается, в 10 раз увеличилась премия. Поэтому в опционах мы, в принципе, вот этой формулой мы не пользуемся никогда. Мы не пользуемся нашим правом продать акции, купить акции дешевле, чем они сейчас стали. Да, вот по этой цене страховки 100 долларов. Мы торгуем вот эту самую премию. Причем нужно понимать, что график цены премии, он другой. То есть, у нас есть график цены акции и есть график цены премии. И они отличаются. Да, они двигаются по своим каким-то законам, по своему, имеют свои коэффициенты. График цены премии. Например, если у нас график цены растет вверх, да, он идет по прямой линии вверх, то график цены премии будет расти вверх по геометрической прогрессии. То есть, резкий рост по отношению к графику цены. График цены вырос у нас на 2%, а в это время премия выросла на 200%. И, значит, вот эту премию мы благополучно перепродаем. То есть, мы ее торгуем точно так же на таком же рынке торговли, грубо говоря, опционами. Мы купили за 1 доллар, перепродали за 10 долларов на этом же рынке, закрыли свою позицию. Все точно так же, как и акции. Все то же самое, точно такой же механизм торговли. Но нужно учитывать вот эти параметры. Это дата экспирации, чего у нас нету в акциях, и страйк. Теперь давайте поймем, в чем самое основное отличие опционов от акции. Значит, самое основное отличие вот в этом параметре время. У нас есть время, за которое мы можем воспользоваться данным опционом. И это, наверное, самое важное. Значит, чем дальше нынешняя цена от цены страйка, тем больше наша прибыль. И, соответственно, больше и выше премия. Чем больше у нас есть в запасе времени, тем большая вероятность, что мы уйдем еще дальше от страйка. И наша прибыль будет еще больше. И наша премия будет еще выше. Значит, чем больше времени у нас осталось, тем лучше, тем больше прибыли мы получим. И наоборот. Если цена у нас акции движется в сторону, а время утекает, наша премия будет дешеветь. И дешеветь сильно. Да, точно так же, как и наша прибыль. Поэтому время очень важно. И важно угадать именно направление. То есть, цена у нас должна расти не волнами вот так подходить и уходить от страйка. Потому что параметр времени будет играть против нас. А цена акции должна расти строго вверх. В вектором вверх. И тогда наша премия будет расти вместо вектора вверх. Она будет расти в геометрической прогрессии. Вот так. Нам не нужен вот такой график. Это нам не нужно. Нам нужен график цены вот такой. Стрелкой вектором вверх. Тогда премия растет в геометрической прогрессии. Запомните, время всегда играет против нас в опционах. Всегда. Теперь важно понимать, что у вашего опциона есть срок жизни. И вот за этот период вы должны им либо воспользоваться, либо продать его. Закрыть позицию по данному опциону. Потому что может быть такая ситуация, что опцион у вас вырос в цене. То есть вы получили прибыль, вы видите эту прибыль в терминале. Но вы забыли закрыть, например, опцион, либо воспользоваться им. И тогда премия, которую вы изначально уплатили, она просто прогорела. То есть вы не успели, вы не захотели, грубо говоря, воспользоваться вашей страховкой, вашим опционом. Поэтому важно закрывать позицию на конец дня, либо согласно вашей стратегии. И наоборот. Если цена опциона у вас ушла в ноль, то вы можете как закрывать этот опцион, так и оставить его. То есть у вас в любом случае премия прогорела, которую вы уже оплатили при покупке. А теперь давайте рассмотрим опционы PUT. Это опционы в расчете на падение цены. Все то же самое, только наоборот. Мы покупаем, например, опцион PUT со страйком 100. Это значит, что продавец обязан у нас купить данную акцию по цене 100 долларов. Если нынешняя цена стала 90 долларов или 80 долларов, мы можем воспользоваться нашим правом. И продавец обязан купить у нас по цене 100 долларов за акцию вместо 80 долларов. И вот эта разница – это наша прибыль. Опционы также можно рассматривать как страховку, как покупка какой-то страховки. Значит, опционы у нас бывают двух видов. Мы уже говорили, это CALL в расчете на рост и PUT в расчете на падение. Так вот этот опцион мы можем как купить, так и продать. Если мы покупаем опцион, можно сказать, мы страхуемся. Если мы продаем, то мы выступаем вроде страховщика. Первое, например, мы покупаем со страйком 100 долларов. Цена выросла до 150 долларов. И мы теперь пользуемся своим опционом. И продавец нам обязан продать акции по цене 100 долларов, несмотря на то, что они уже 150. Риск. Значит, если цена у нас пойдет не в ту сторону, она не будет расти, а будет падать, то мы потеряем премию, которую мы заплатили продавцу. То есть, вот этой страховой компании. Но прибыль в этот же самый момент у нас не ограничена, потому что цена может уйти далеко за наш страйк. И она растет, как я уже говорил, в геометрической прогрессии. Если же мы продаем этот опцион, то мы выступаем в роли страховой компании. То есть, для нас важно, чтобы этот страховой случай не наступил. Если мы продаем опцион, риск у нас не ограничен. Потому что, если цена все-таки пойдет выше страйка, уйдет выше страйка, то продавец может запросить страховку, и нам придется выплачивать вот эту ту самую разницу. 150 долларов минус 100 долларов – это 50 долларов только на одну акцию. То есть, нам придется выплатить ему как минимум на 100 акций. А если он купил 10 опционов или 20 опционов, то есть, безграничный риск не ограничен в данном случае. И это очень рисковое и такое опасное занятие – продавать колы и продавать путы. Ну а прибыль у нас фиксирована. Это премия, которую мы получили тут же, когда продали этот кол. Тут же мы получили эту премию. То есть, она небольшая. Хотя риск в то же время не ограничен. Если же мы посмотрим на опцион PUT, то тут все наоборот. Значит, мы точно так же можем как купить этот опцион PUT в расчете, что цена будет падать. Например, опять же, мы покупаем опцион PUT со страйком 100. Цена ушла до 50 долларов. Теперь мы пользуемся нашим опционом. И продавец обязан нас выкупить акции по цене 100 долларов, несмотря на то, что они 50. Составляет 50 долларов сейчас. Опять же, риск. Если же цена у нас начинает не падать, а расти. PUT – это опцион в расчете на падение. Но она не падает, а она растет. То мы можем потерять 100% премии, которую мы уплатили продавцу. Прибыль в этот самый момент у нас не ограничена. То есть, цена у нас может уйти далеко за страйк, уйти вниз. И мы получим безграничную прибыль в геометрической прогрессии. Ну и если мы выступаем в роли страховщика, тогда мы продаем тот же самый опцион PUT. В расчете, что цена все-таки пойдет наверх и она не будет падать. Тогда опять же риск. Но риск у нас опять же не ограничен. Если же цена все-таки будет падать, то этот покупатель этого опциона может запросить у нас вот эту страховку и воспользоваться ей. Тогда нам придется выплачивать 50 долларов опять же на акцию ему прибыли. То есть, опять же, риск не ограничен. И он растет в геометрической прогрессии, если цена движется в верном направлении этого PUT. А прибыль у нас составляет только премия. Вот эту премию, которую мы получили, это наша прибыль есть. Поэтому, опять же, продавать PUT или KAL это очень такое рисковое занятие и можно потерять весь свой капитал. Поэтому в основном все покупают PUT и KAL. Если же вы все-таки хотите продавать PUT и KAL, то стратегия другая. Например, KOL. Значит, KOL это опцион у нас в расчете на рост. Тогда мы продаем этот опцион KOL на линии сопротивления. То есть, мы понимаем, что цена дальше не пройдет. Она столкнулась с линией сопротивления и начинает откатываться вниз. Тогда мы мгновенно продаем опцион KOL. Получаем премию. Вот эту прибыль в виде премии. И спокойно сидим. То есть, в страховой случае не наступит. И то же самое с PUT. То есть, если мы понимаем, что цена ниже не опустится, это, как правило, мы должны торговать, продавать этот PUT от линии поддержки. То есть, например, у нас линия поддержки составляет 50 долларов. Тогда мы продаем PUT, например, 49 долларов. Мы понимаем, что цена не уйдет ниже 50. И у нас начинает цена расти. И мы, в общем-то, застрахованы от того, что не наступит страховой случай. Нам не придется выплачивать этот неограниченный убыток для нас. Но мы получили тут же свою премию. То есть, мы продаем PUT на линии поддержки. Продаем KOL на линии сопротивления. Но, в принципе, опять же, не рекомендую. То есть, лучше только покупать KOL, либо покупать PUT. Потому что и риск у вас всего лишь премия. И прибыль у вас неограниченный растет в геометрической прогрессии, если вы верно определили направление движения цены. Ну и теперь самое главное. Где же купить опционы? В Тинькофф пока данной возможности нет. Я общался с поддержкой и с менеджером. Вроде как они обещают вести срочный рынок в 2020 году. Но нужно понимать, что даже сейчас Тинькофф вам не дает доступ ко всем компаниям. Они предоставляют вам доступ только к каким-то крупным компаниям по типу Google, Apple, Facebook. А если вы хотите какой-то купить перспективный стартап, либо среднюю компанию, такой возможности нет. Да, в Тинькофф есть тариф премиум, но по моему опыту покупка и продажа акций происходит с очень сильной задержкой. И более того, опять же, не все компании представлены. И иногда даже они включают какой-то лимит. То есть, например, минимально вы можете купить компанию на 5000 долларов, что абсолютно некомфортно и неудобно. Я же покупаю опционы в компании Interactive Brokers. Это очень надежный зарубежный брокер. Я бы сказал, это даже единственный брокер, который имеет сайт на русском языке и поддерживает русскоязычных пользователей. То есть, вы официально можете зарегистрироваться там и торговать без проблем. Поддержка у них осуществляется по системе тикетов или чатам, через чат. У них также есть, они отменили комиссии, да, то есть, у них есть такая версия лайтовая Interactive Brokers, что даже не берут комиссию они за это. Также Interactive Brokers это один из крупнейших иностранных брокеров. И это абсолютно надежно, потому что я торгую уже более 8 лет, постоянно ввожу деньги на карту, на тот же самый Тинькофф или на другой иностранный банк. И без вопросов комиссии минимальные. Поэтому я всем рекомендую перейти даже и торговать акциями в Interactive Brokers. Ну или посмотрим, как сделает Тинькофф, как они реализуют эту возможность покупки и продажи опционов. Очень даже интересно, потому что компания в принципе современная и такая инновационная. То есть, теперь я вам дал реальный способ, как стать миллионером. Это абсолютно реальный способ, как стать миллионером. И дальше уже задача стоит за вами. Будете ли, готовы ли вы обучаться каждый день, заниматься этими опционами, готовы ли терять деньги, да, и не сдаваться, продолжать, продолжать обучение. Годами, два года, три года, но не сдаваться и дойти до этой цели. В опционах вы поймете, это как, вот знаете, акция, это торговля совершенно простая, такая примитивная. В то время, как в опционе у вас добавляется время, да, то есть оно играет против вас, цена двигается в сторону, вы теряете, притем вы теряете этот стоимость опциона в очень такой геометрической прогрессии, опять же, только вниз. Да, и точно так же страйк, то есть вам нужно угадать этот страйк, к какому значению цена движется. В общем, когда я только начал изучать опционы, я изучал их на зарубежных всяких форумах, в Твиттере. И часто видел отчеты ребят, которые писали, ой, я за день заработал 30 тысяч долларов. Я вообще удивлялся, как такие объемы можно получать. И вот начал как раз знакомиться, как ребят начали так получать огромные прибыли, и вот пришел к этим опционам. И действительно вижу теперь, что это абсолютно реально, и можно получать очень крупный доход и заниматься трейдингом постоянно именно на этом. То есть чем мне нравится, да, многие подходят к трейдингу как к гемблингу, абсолютно нет. То есть тут можно найти логику, можно найти какие-то паттерны, которые действительно работают на недельном, на дневном графике, на часовом графике. Есть эти паттерны, то есть это можно объяснить движение цены. Когда вы понимаете логику, вы начинаете зарабатывать на рынке акции, но естественно вам хочется больше. А когда вы приходите к опционам, и один этот же самый прорыв вы можете заработать 200-300 процентов. То есть, грубо говоря, очень легко каждому стать миллионером. Тут, естественно, первый баланс, который вы положите, вы, скорее всего, потеряете, потому что логика опционов абсолютно отличается от логики акций, от логики торговли акциями. Но если вы не будете сдаваться, например, в течение двух-трех лет, вы поставите себе цель, да, и начнете рисковать реальными деньгами, потому что бумажные деньги – это тоже все не то. Бумажные деньги вы расставили как угодно, у вас нет главного, нет эмоций, которые присутствуют на рынке. Поэтому изучать опционы и даже акции нужно на реальных деньгах. Пусть даже небольших суммах, но это должны быть реальные абсолютно деньги.